здравствуйте коллеги retail week вновь на ваших экранах рядом со мной новый интересный спикер здравствуйте представьтесь пожалуйста какую компанию представляете добрый день меня зовут елена лебедева я представляю свое собственное агентство лебедева консалтинг агентство специализирующиеся на трансформации разработки розничных концептов стандартов основанных на инсайтах исследованиях клиентов и потребительских трендах к нам на интервью приходят спикеры нашей деловой части но вы наверное побили все рекорды потому что вы модератор двух сессий плюс спикер очень хочется узнать про все темы которые раскроете на нашей выставке собственно я выступаю на всех сессиях темами которых я интересуюсь первое технологии в ритейле это моя любовь я занимаюсь внедрением технологии в ритейле уже наверное больше десяти лет поэтому сегодня например я модерировала сессию технологии инноваций в ритейле где топ-менеджеры компании рассказывали российских компаний рассказывали о своем опыте внедрении об особенностях управления инновациями но собственно вот на эту тему поговорили сегодня завтра еще одна моя любимая тема это магазин будущего собственно поговорим о том что такое магазин будущего куда движется именно розничный формат магазин и чем он будет во что превратится обычный магазин лет через десять меня тоже очень скажем так волнует и будоражит эта тема потому что последние лет например 5 на рынке ритейла идет как раз этап трансформации гибридизации розничных форматов и нужно сказать откровенно никто на свете даже компания amazon как я часто рассказываю имея все деньги мира не знает собственно во что превратится магазин будущего и в настоящий момент лихорадочно открывает то парикмахерскую это помог магазин игрушек то amazon grocery и я честно говорю что в первую очередь ритейлер должен себе признаться что нет правильного ответа в 2021 году какой магазин выживет поэтому единственное что мы можем сделать это сесть думать обсуждать и разговаривать с нашим клиентом это основные поинты завтрашней сессии кроме того последнее время почему-то в моей деятельности я очень много сталкиваюсь с понятиями осознанной жизни wellness здорового образа жизни несмотря на то что зош аббревиатура пока в россии скажем так носит некоторую негативную коннотацию когда я погрузилась в эту тему оказалось это огромнейший перспективный рынок размером четыре с половиной миллиарда долларов и пройти мимо него может только скажем так не очень дальновидный ритейлер конечно если вас не волнует четыре с половиной миллиарда долларов то вы можете не заниматься внедрением товаров ассортимента или например поиском новых каналов новых сегментов покупателей которые интересуются этим но явно это как раз то самое золото которое на которое пока еще можно обратить внимание потому что она не на хайпе она как раз в россии находится только в самом начале я вам приведу для примера цифру для понимания перспективности россияне в 11 раз меньше интересуются зожим чем например американцы представьте на секунду а если через пять лет мы все станем здоровыми заниматься фитнесом и интересоваться этой темой чью продукцию купят россияне через пять лет поэтому начинать нужно прямо сейчас кроме того на сессии новые каналы продвижения и коммерса я буду говорить еще на одну свою любимую тему это фиджитал ритейл это соединение гибридизация оффлайнового канала и онлайнового канала как раз и еще подискутируем на тему social коммерса который стал очень серьезным трендом развития торговли 2021 году он буквально взлетел показатели продаж через социальные сети северной америки в период пандемии подскочили на 400 300 600 и 700 процентов по некоторым показателям поэтому сейчас уже невозможно не заметить этот новый канал серьезный новый канал продаж спасибо вам огромное и что хотелось бы сказать получается пока мы не знаем какой он магазин будущего но как раз эти сессии и эти встречи помогут выбрать наверное верный вектор развития и поставить на ту лошадку который в итоге приведет нас к победе и в итоге конечный пользователь конечный покупатель будет доволен спасибо вам большое за это благодарю